Привет, друзья мои хорошие! Добро пожаловать! Мы давно этого ждали. Игра от создателей новой Эндинг Найтмарс. Дивестейтед Дримс она у нас называется, и сегодня посмотрим на демо-версию. Фух, ну что ж, мы играем с вами за молодую беременную девушку, которую зовут Эйнджел. Мы оказались с вами в мрачной филиппинской деревушке, в которой практически отсутствует вода и электричество, так у нас написано в описании. Ну что ж, по стилистике сразу узнается фирменная такая фишка разработчиков новой Эндинг Найтмарс. Конечно же, вот такая вот стилизованная графика. Так, что это, я могу взять фонарик. Прекрасно. Так, будем смотреть. Игрушку можно будет поддержать на Кикстартере, насколько я понял. А как я смогу выйти? А, в этом плане вроде как все хорошо. Так, можно бегать. Хорошо. Как-то можно. Во, смотри. Касательно графики, да, она похожа на прошлую игрушку, но здесь, конечно, стало все более четкое, все более красивое, как по мне. И больше элементов взаимодействия. Так, это дело сейчас, я так понимаю, можно будет открыть. Ага, там защелочка, дорогуша моя. Во, смотри как. Теперь можно без проблем отсюда выйти. Я помню, какое впечатление на меня произвела Эндинг Найтмарс в свое время. Обалденнейшая игрушка, друзья. Если не играли, поиграйте. А если вам боязно, просто посмотрите. Есть плейлист на канале. Ух, как стрёмно, смотри, можно делать. Найс. Я предлагаю двигаться далее. У нее такое выражение лица, знаете, типа, жизнь, боль или все потеряно. Но когда ты находишься в какой-то такой деревне, плюс ты еще беременная красопета, то я уже не знаю, друзья, чего можно ожидать. Беременным девушкам, в принципе, пугаться не рекомендуется, потому что там и шанс выкидыша может быть. Ну, не знаю, не знаю. Довольно такая рискованная тема в плане хорроров. Ну что ж, посмотрим. Она вроде как ничего нам не рассказывает, ничего не говорит. А если попробовать перевести название игры, то оно переводится как либо опустошенные сны, либо опустошенные мечты. Поэтому будем смотреть уже дальше по смыслу. Так, тут можно пройти. А какие у нас еще есть взаимодействия? О-о-о! Я не хочу больше так делать! Так, это реально очень опасно. Ну, в плане управления, в принципе, все ясно. Я предлагаю глянуть, что у нас здесь. Заходим. Что может быть лучше, чем взять концепцию прошлой игры, да, сделать еще один такой ужастик, потому что людям очень полюбилось. Я помню, весь YouTube это дело проходил, и там были и разные концовки, и были разные пасхалки. Игра действительно достойна уважения. И как минимум того, чтобы вы хотя бы либо посмотрели, либо в нее тоже поиграли. Я что-то вижу. Как и в Never Ended Nightmares, у нас важные предметы подсвечены, которые можно брать. Фух, ну что. Взяли записочку, давайте пройдем далее. Непонятно, что происходит вообще тут у нас. Так. Спокойно, друг мой. Ни людей, никого. А самое интересное, когда мы играли за Томаса, я тоже что-то особо людей не наблюдал. Были многочисленные куклы, были какие-то младенцы-переростки. Но кроме нашей сестренки, насколько я помню, как-то особо тут с людьми не заладилось. Ты себе под нос это не свети. Знаете, как рожицы ночью делают. Страшное лицо. Можно было кого-то и напугать до сердечного приступа. Ну, а пока, друзья, мы просто движемся далее. А есть небольшое пояснение по игре, что не факт, опять же, что наша главная героиня беременна. То есть это может быть ее сон, она хочет ребенка. Возможно, ей просто это приснилось. Поэтому исключать такой вариант тоже нельзя. Будем смотреть, будем пытаться проходить это дело. Так. Сзади вроде тоже тихо. Главное, так больше не делать. Очень темно, очень страшно. Пока что нет никаких скримеров. Все находится в процессе разработки, я так понимаю. И надеяться на что-то сверхэпично не стоит. Просто посмотрим, что нам следует ожидать в обозримом будущем. Что происходит? Э, красопета! Пожалуйста, не застревай. Я тебя прошу. Есть такое, знаете, растут разные корни из земли. И очень легко подскользнуться там, зацепиться за это дело. Так. У меня такое чувство, что там кто-то был наверху. Пожалуйста, я тебя прошу. Там никого нет? Гребаные совы, а? Я не знаю, почему я думаю, что это совы. Так. Тут вроде чисто. Какие-то как стеллажи. Напоминает немножко Форест. Если бы мы играли за девушку, играли бы ночью Форест. Баррио. Баррио у нас там, да? Сейчас зайдем посмотрим. Там у нас висит замочек. Я так понимаю, что без ключа мы это дело вряд ли откроем. Давай. Хорошая моя, ты знаешь, надо найти ключ. А ключ у нас так просто не валяется. Я могу пойти вон туда, и можно пойти сюда вниз. Давайте сначала лучше пойдем наверх. Если что, там уже посмотрим. Так. Что у нас здесь? Надо найти гребаный ключик, чтобы можно было пройти далее. Что-то как-то мы молчим. Если Томас, когда бегал, он задыхался у нас, помните, он то ли осматик был у нас, то ли еще какой-то больной человечек. Это изрядно напрягало. А то здесь девчонка просто молчит и даже ни слова не сказала, что там у нас как и вообще что, и почем хоккей с мячом. Так. Что там такое? Я туда не смогу пробраться. Ладно, побежали. Если ходить пешком, то это может быть очень-очень долго. Посмотрите, все какое-то из бамбука. Такое-то все простое, ветхое. Ну что ж, поехали. Господи Иисусе, я что, назад вернулся? Так, окровавленные какие-то полотенцы. То есть эта кровь тут явно неспроста. Кто-то, видимо, пытался сбежать, либо на кого-то напали. Твою мать. Это безумная игра, дуле. Если вам нравится, не забывайте ставить пальцы вверх. Давайте же вместе поддержим разработчиков. Так, что нам тут пишут? Так, увидимся позже. Я понял, что надо увидеться с кем-то позже, но по... Вау. Блядь! Японский ты городовой! Епическая сила! Что это было? Вот за это я и любил то похождение Томаса в бесконечном кошмаре, потому что то, что там появлялось, оно появлялось тогда, когда ты этого не ждал. Ладно. Хорошо. Я так понимаю, что кто-то забрал, видимо, ребенка. Здесь, видимо, держали ребенка. А какое-то существо пришло и забрало его через вот это вот окошко. Ну, учитывая размеры этой твари, то, в принципе, она могла бы и дома сломать, потому что домики у нас ветхие. Какие-то на вид. Так, друзья, давайте выйдем, глянем, что у нас там наружу. Ау! Чудовище, ты здесь? Я даже не знаю, есть ли смысл нам. Давайте пройдемся еще немножко. Спокойно. Пожалуйста, свети вперед. Я тебя прошу. Я еле-еле слышу, как... О-о-о, друзья мои, это явно не к добру. Так, а ты можешь как-то взаимодействовать в том же, помните, Resident Evil, Silent Hill? То есть мне очень нравилась такая фишка, что человек подходит, допустим, персонаж наш, какое-нибудь там пятно крови или еще что-то, нажимаешь там, допустим, крестик, и он тебе рассказывает, да, а это пятно крови. Возможно, тут кто-то был. То есть интересный такой элемент интерактива. Почему его убрали из игр, я не знаю. Мне лично очень нравилось. Че это было? Че это было? Ладно. Я предлагаю тогда сбегать сейчас обратно и посмотреть, что у нас там было вне... Ребята мои, кровь появляется прямо на глазах. О-о-о, теперь-то понятно, смотрите. Если этого ребенка забрали, то, получается, его волокли вот сюда. Так, тут что-то есть? Ничего. Когда игрушка выйдет, друзья, мы обязательно это дело пройдем. Это... Стопудово просто. Потому что я большой фанат... Этой серии игр. Потому что оно уже плавно перетекает в серию. Главное, чтобы разработчики... ...делали все интересно. Ну, я думаю, что все так и будет. Так, пока что ничего такого я не вижу, что происходило. Давайте пробежимся. Так, тут у нас небольшой распутье, да? То есть можно пойти наверх, можно пойти вниз. Я предлагаю пойти тогда наверх лучше. Почему-то у меня все время автоматом тянет как-то повыше, повыше, повыше. Вау, что у нас здесь такое? Так, я ничего не могу, видимо, взять. Ладно, побежали дальше. О, да. Ну что ж. Че думай, заходим. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Так, бананы, кокосы. Ух, бананы, кокосы. Апельсиновый рай. Да, много разных ништяков. И еще один фрагмент записки. Сейчас мы это дело возьмем. Каждый раз, когда мы берем греб... Вау, тихо. Так. Так, два миллиона бездомных. Прекрасно. Убитых. Ничего себе. Ничего себе, я вам скажу. Если Томас у нас ходил со свечой, то тут хотя бы ситуация получше. Есть у нас фонарик, вроде как перезаряжать его не надо. То есть я спокойно хожу, батарейки искать тоже не приходится. Ладно. Почапали отсюда. Нездоровая тут канитель творится. Ооо, ты серьезно хочешь, чтобы я туда пошел? А давайте вернемся назад. И мы туда еще пойдем. Я думаю, что надо вернуться чуть-чуть назад и посмотреть, что у нас там была за тропиночка другая. Да, я понимаю, я не буду тебя травмировать, ты у нас беременна, поэтому тебе лучше так, как говорится, много не бегать, нежелательно. Вы заметили, что у нас у всех какие-то проблемы наблюдаются, что ли? Ну ладно, сейчас не об этом. Побежали этой тропинкой. Так. О, что-то есть. Ребятуши, мы что-то нашли. Так, а вот, походу, Эйнджел Де Лос-Антос. Назов Де Лос-Антос. Даже сампушек у нас и здесь есть. Так. Что у нас? 97-го года рождения. Серьезно? Прекрасно. Студентка. Так, мы нашли, получается, свои вот эти вот, я не хотел сказать, права в воде. Нет, мы студенческие свои нашли, да? И что дальше? И ничего пока что я тут не могу сделать с этим. Значит, попробую вернуться. Там у нас был какой-то проход в какую-то как чащу. Там наверняка что-то интересное. Бежали. Я понимаю, дорогая моя, долго бежать ты не можешь. Я не буду тебя травмировать. Но если, учти, что если появится какая-нибудь огромная бука, то придется очень быстро ножки в ручке и побежать, сломя, как говорится, голову. Так, тут мы были. Там у нас записка про 2 миллиона мертвых бездомных. Понятно. Все, давайте глянем, что у нас тут. Так, что здесь у нас? Бочки. А что там? Конечно, это у нас не 3D-шная игра, но это даже лучше для нее. Но, тем не менее, я могу перемещаться. По плоскости. Что это было? Что за ватафак сейчас был? Так, спокойно. Это просто деревья. В детстве многие дети боялись, допустим, когда там отражение луны идет вам в комнату, там деревья кажутся, как руки такие страшные. Я уже рассказывал это дело. Но здесь, видимо, тоже страшно, когда ты один в лесу и не знаешь, что тебя ждет. Задь никого? О, вроде пока спокойно. Так. Учитывая, что это демка, в принципе, пока все неплохо. Лично, чего я считаю не хватает, это больше интерактива, каких-то заставок, каких-то страшных вещей. Это было бы очень даже в тему. Так. Будем бежать тогда, потому что я смотрю, что идти шагом как-то, ну, совсем не круто. Локация довольно большая. То есть придется изрядно тут побегать, поискать, посмотреть. Наша задача текущая, найти ключ от той двери. Нам придется очень далеко возвращаться. Так, что там под брезентиком у нас? Что там такое? Вау! Твою мать! Э, куда ты? О, боже. Она выплюнула ключ? То есть все это время ключ был у нас? Это напоминает уже какую-то пилу, если честно. Там, я помню, этот конструктор пила, он туда зашивал прям в жертв своих этих разных ключей и ништяки. Так, сосочка, рука. То есть получается вот этот ребенок, о котором шла речь, вот он тут у нас. Мы забрали ключ. Нас чуть не вырвало. И теперь надо возвращаться обратно. Ну что ж, давайте вернемся. В принципе, тут как бы вы не заблудитесь, поэтому можно нормально пробежаться. Так, аккуратно. Аккуратно, красопета. Я понимаю, что тяжело, но меня лично бы, наверное, повергло в шок, если не удивило максимально сильно то, что я выплюнул. Даже не выплюнул, а меня стошнило, то есть были позывы. И изо рта выпал ключ. Это странно. Вау! What the fuck? Что за хрень такая у нас тут? Лианы? Так, я могу с этим взаимодействовать? Ой, блядь! Ёб твою мать! Уходи! Уходи нахрен! Что мне делать? Что это было, блядь? Сука, я же еще в эту ночь играю, друзья мои. Вы же... Ну да, да. Все нормально. Сусочки бобра, добра. Ой, блин! Если бы... Вот представьте, да? Беременная девушка. Ей снится такой сон, что в лесу на нее нападает какая-то поебота, которая своей клешней или еще чем-то высасывает из живота. Да, где ребенок энергию, там, не знаю, соки, это-то, блядь, в уме не укладывается. Это такая ахинея. Если это приснится, ты просто радуешься, что во сне ты боли не чувствуешь. Так, стоямба. Подожди, где мы? Где мы? Где мы? Что мы? Сюда ли нам надо? Это я сейчас посмотрю. Why? Не, ребзя, давайте лучше обратно идти. Что-то мне... А может, не надо? Давай я все-таки гляну, потому что какая-то доля нерешительности сейчас затаилась где-то в глубине души моей. Так, здесь был ребенок. Интересно, что-то поменялось в этом плане пока? Так. Ручка маленького ребенка. Понятно. Соскочка. А, взять я это не могу. Туда пройти тоже не могу. Так, хорошо. Значит, можно двигаться назад. Была какая-то непонятная хрень. То есть, я вам рассказывал, что было некое существо. Это существо, я так понимаю, похищало детей. И вот сейчас как раз такой вот случай. Так. Оно залетело. Помните, мы находили с вами... Там была колясочка, колыбелька такая маленькая. И следы как бы когтей таких. Она залетела, забрала ребенка. Это как раз рассказывалось в той записке. Так, побежали. Вау! Так, с этой хератой я не знаю, как нам быть. Если я сейчас опять посмотрю... Что там есть, что? Красопета моя. Так, вроде пока ничего такого. То есть, оно уже улетело. Но заметьте, у нас на животе как бы нету ни кровоподтеков, ничего. Мы просыпаемся. То же самое, такой, знаете, как день сурка у нас был и в Never Ending Nightmares. Мы просыпались после каждого кошмара и пытались понять... Бля! Если что, я сразу хоп и фонарик выключу. Так, побежали. Так, вот это дерево. Тихо. Спокойно. Спокойно будет и тихо. Ночь не дотрога. Сейчас пройдем, дорогая моя. Сейчас мы сделаем. Так. Это херата, значит, пролетала где-то здесь. Сейчас лишь пройдет. Тихо. Давай, на ощупь, попкой. Блядь! Да что ж ты будешь делать? Как мне от тебя избавиться? Фонарик выключить я не могу. То есть, получается, это те же ребятушки, которые, помните, нападали на нас, когда мы были... Когда мы играли за Томасом и были в психбольницу. Там были ребятки такие слепые, но они слышали ваше передвижение. Вы могли наступить на бутылку разбитую, и тем самым вы попадались. Давайте я попробую так. Сейчас дойду это дерево. И после дерева я выключу свет. Потому что у меня больше идей никаких нет. Возможно, она реально реагирует на свечение. Все, выключаем нахер. И потихонечку будем вот так идти. Я не уверен, что это получится, но мало ли что. Так, давай. У нас с Томасом были подобные дела. То есть, были целые этажи, где приходилось вот так вот проходить. Я помню. Спокойно. Самое обидное, что я даже не слышу ее. Где она? О, ребятуши. А, это мой фонарик. Я думал, это чрево наше подсвечивается так. Тихонечко. Спокойненько. Я не уверен точно, когда надо включать. Поэтому... Давайте еще немножко пройдем. Так. Готово. Фух. Вроде сюда нам, да? Так, отлично. Вот у нас была дверь. Так, тут ее нет. Я никак не могу понять, где она может быть. Потому что она не издает ни звуков, ничего такого. Так, побежали. Мы должны выйти с вами на тот небольшой перекресток, где была эта дверь. По-моему, она за мной идет. У меня что-то такое чувство. Я, пожалуй, выключу свет. Так, отдыхай. Побежали дальше. Давай, родная. Блядь! Где она? Где ты? Сука, твою мать. Где она была? Оно закряхтело, слава богу, вроде не возле нас. Быстрее. Быстрее, 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 роднуля моя. Так, там кровушка. Но нам сюда и надо. Во, мы пришли. Так, давай. Открывай и почапали дальше. Фух. Часу-часу не легче. Что у нас здесь? Бамбуковые вот эти вот все тропинки. Это хорошо, конечно, учитывая, что... Что это было? Смотри, крокодил. Нет, крокодила нет. Чуть-чуть. Так, я даже не знаю, что там может быть. Твою нать. Твою нать? Да. Твою нать это практически... Ладно. Не, не буду выключать. Ну, их нахрен. Нет, все-таки я буду выключать. Ладно. Потому что иди знай, что там может... Блядь, блядь! Ёб твою мать! Это прекрасная игра. Я люблю вас, господа разработчики. Вы умеете делать хорошие вещи. Вау! Боже, боже, боже. Спасибо за то, что поиграли. Да, на этом демка заканчивается. Мы оказались с вами в каком-то склепе. Я там видел кровь. Я хотел это все посмотреть. Но мне, к сожалению, такой возможности не предоставили. Потому что всего лишь демо-версия. Если вам, друзья, понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. Давайте поддержим разработчиков. Пускай поскорее выпускают продукт. И мы с вами его пройдем, попугаемся и получим заряд хорошего настроения, конечно же. Узнаем тайну, которая здесь была с этой девчонкой, которую, я так понимаю, звали... Энджел. Да. Энджел как-то там лосс, что-то там Сантос, по-моему, да? Все, друзья, я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok